Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Еврокомиссия решила перенять советский опыт управления энергетическим рынком. Еврокомиссия представила на рассмотрении министром энергетики стран Евросоюза обновленный план энергетического спасения Европы. Суть плана заключается в реформе энергорынка за счет введения госрегулирования. Евросоюз предложил фактически отказаться от свободного биржевого рынка, за что ратовал последние годы и приступить к ручному управлению ценами. Делается это для того, чтобы снизить расходы бизнеса и населения Европы на оплату энергии. Европейская промышленность в условиях рекордно высоких цен на энергоносители стремительно теряет конкурентоспособность. Теперь европейские чиновники решили взять на себя существенную часть расходов потребителей и платить энергетическим компаниям часть стоимости потребленной энергии из казны Евросоюза. После того, как страны Европы отказались поддерживать идею Еврокомиссии о введении потолка цен на российский газ, чиновники из Брюсселя предложили ввести потолок цен на электроэнергию. Урсула фон дер Ляйна отметила, что в нынешних тяжелых условиях было бы неправильно позволять энергетическим компаниям получать рекордные прибыли от продажи электроэнергии. Введение потолка цен на электроэнергию по оценкам главы Еврокомиссии позволит экономить европейским потребителям свыше 140 млрд евро в год. Помимо введения ценовых ограничений Еврокомиссия также предложила сократить потребление электричества во всех странах Евросоюза на 10%, а в пиковые часы на 5%. Эксперты сомневаются в эффективности предложенных мер по борьбе с энергетическим кризисом. Электроэнергия производится в Европе преимущественно за счет газа и угля. Цены на данное сырье постоянно растут. Европейские энергетические компании стремятся окупить свои растущие затраты за счет роста тарифов на внутреннем рынке. Ограничение этих тарифов приведет к росту бюджетных расходов на финансовую поддержку энергокомпаний. Что касается предложения по сокращению потребления электроэнергии, то эффективного механизма для его реализации нет. Европейским чиновникам остается лишь надеяться на сознательность населения и готовность к самопожертвованию ради энергетического благополучия на европейском континенте. В это верится с трудом. Более эффективным выглядит мера по принудительному ограничению потребления света за счет введения неверных отключений. Однако европейские чиновники опасаются роста народных протестов и намерены не прибегать к указанным мерам до поры до времени. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok